С первых минут творческого феста музыкальный ураган увлек всех присутствующих первого фестиваля уличных музыкантов «Берастийский лехтар» в зажигательные ритмы танцевальных композиций, сопровождающих выступления рэп-исполнителя Брещанина Максима Принцепса. Сделанная организаторами ставка на уличный формат мероприятия и полную свободу в подаче участниками своего творчества не могла не заинтересовать любителей культурной жизни города. Еще в 2010 году мы, организовывая международный фестиваль уличных театров, мы задумались и о такого рода еще фестивале. Но в тот момент наши уличные артисты, их практически не было, а было настолько мало, что вести об этом речь уже не представлялось возможным. И вот сегодня настал тот момент. Формат необычный, согласен, но на самом деле решили попробовать, что такой формат будет наиболее актуален для города Бреста, тем более близится тысячелетие, это такой, скажем, знаменательный праздник для города. Ну и, конечно, хочется новых идей, новых форматов. Вот именно этот формат был выбран первично. Уличный формат выступлений нашел мгновенную отклику горожан. Прямой контакт со зрителями, живой звук и атмосфера здесь и сейчас стали отличной возможностью увидеть не только исполнителей гостей, но и наших брестских звезд Ютуба, собирающих миллионы просмотров. Интересно. Да, это интересно. Я счастлива, что у нас в городе проходят такие фестивали. Это интересно. То есть люди собираются, приходят, потому что у нас редко что-то в городе проводят. Хотелось бы больше. Разноплановость и многожанровость фестиваля, национальный колорит выступающих уличных артистов демонстрировали зрелищное разнообразие. Все желающие могли сфотографироваться с перевоплотившимися в живые извояния участниками Брестского театра живых скульптур «Ларчик», понаблюдать за виртуозным исполнением хореографических постановок в студии современного танца «Мэй». Насладиться звуками разнообразных музыкальных инструментов и спеть знакомые хиты вместе с хедлайнерами фестиваля Минской группой «Мурка-бэнд». Нужно отметить, для столичного коллектива «Горячий Брестский прием» стал приятной неожиданностью. Было приятно, что людям нравится, люди вместе с нами поют. На самом деле, каждому музыканту это очень сильно греет душу, потому что это приятно, когда людям нравится то, чем ты занимаешься. Когда станете звездами мировой величины, приедете в Брест? Обязательно. Возможно, мы здесь даже поселимся. Первый концерт, который мы дадим, обязательно здесь. Ярким, насыщенным, незабываемым. Именно таким стал первый фестиваль уличных музыкантов «Беростейский лихтар» и для самих брещан. Я в восторге. Мы здесь вместе с внуком. Он самый активный зритель. Там где-то сидит, внимательно смотрит. А вообще начало очень впечатляющее, обнадеживающее. Для нашего города, я считаю, это очень хорошее событие. С учетом того, что на нашей улице Советской регулярно такие мероприятия проводятся, это для нас своеобразный подарок для жителей нашего города в кануне праздника города. Это первый опыт для Бреста. То есть, ну, впервые это в Бресте. И, ну, прикольно, что придумали такое. Интересно. Наталья Луговкина, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.